Здравствуйте! Итак, Джеймс Джойс возвращается в Дублин. И вы помните причину этого возвращения. Он получает телеграмму о том, что умирает его мать. И это необычайно важный эпизод в биографии Джеймса Джойса. Страшный эпизод, тяжелый, но который наклажил отпечаток на всю его жизнь. И все, что мы будем знать или узнаем о Джойсе после, так или иначе связано именно с этим периодом. Это перелом. Ну, вы помните, кое-что я уже успел рассказать о том, что предшествовало этому перелому. Это разрыв с религией. Человек, получавший образование в иезуитских колледжах, тем не менее, порывает с религией. И не просто порывает. Он мечтает стать художником. И на место религии он ставит искусство. А на место церкви – жизнь. Эксперимент. Сложный, трудный эксперимент. Эксперимент, который может закончиться и неудачей. Но давайте не будем спешить, и я расскажу, что же произошло дальше. Мать Джойса, Мэй Джойс, действительно умирает. Врачи поначалу поставили ей неверный диагноз. Диагноз звучал так – цирроз печени. Известная вещь. Как правило, это следствие неумеренного употребления алкоголя. То есть вот с печенью происходят такие неприятные вещи. Но, если уж речь зашла об этом циррозе, то, наверное, такой диагноз больше подходил бы Джону Станиславу Джойсу, то есть отцу Джеймса, поскольку там алкоголь лился за воротник непрерывно. Тем не менее, старик Джойс, или старший Джойс, отец Джойс, доживет до 1931 года и умрет по другим причинам, не буду сейчас туда забираться, доживет до 1931 года, как я сказал. А вот мать Джойса умирает, умерла в 1904, и совсем не от цирроза. Оказалось, что у нее рак печени. Диагноз был поставлен с большим опозданием. Как я сказал, поначалу врачи предполагали другое заболевание. Ну, а если бы диагноз был поставлен верно? Ну, вообразите себе. Рак и сегодня страшная болезнь, и медицина отнюдь не все может сделать для того, чтобы как-то спасти, вылечить человека и прочее. А тем более, дело-то у нас происходит когда? Это начало 20 века, 1904 год, повторю. Никаких лекарств еще таких, которые хоть как-то облегчить страдания больной могут. Не говоря уже там о химиотерапии и прочих способах борьбы. Не излечения, но хотя бы замедления, чтобы болезнь текла не так быстро, ну и человеку выпало, досталось еще сколько-то лет жизни. Не говоря о том, что надо тоже сюда призывы купить, что если бы даже какие-то лекарства, какие-то возможности существовали, то для такого серьезного лечения у отца Джойса да просто не было денег. Вы помните, он же по сути разорился. И Мэй, так ее звали, умирала долго и мучительно. И вот когда Джеймс возвращается в Дублин, прибывает в свой дом, вот он застает эту атмосферу, такая траурная атмосфера. Там много детей, я говорил уже об этом, семья была многодетной, там были сестры, братья. И вот все пребывают в состоянии такого, ну, траура. И старик Джойс или отец Джойс, он всю жизнь любил посиживать в пабах, принять рюмочку другую, а то больше одной, двух, трех и четырех, компания, разговоры и так далее. И в этой ситуации, вот траурная ситуация, как я сказал, эта его наклонность усиливается. И он возвращается домой пьяный все время. И однажды даже срывается, начинает вообще кричать на жену, когда наконец ты умрешь? И тогда Джойс Джеймс и его брат Станислав хватают отца и утаскивают в другую комнату. То есть вот такая атмосфера. А что касается этого поведения старшего Джойса, то об этом Джеймс потом напишет. Напишет в одном из своих рассказов, которые войдут в серию дублинцы. Был там такой рассказ, напомню, «Милость Божья» называется. И начинался рассказ этот вот с чего. Два джентльмена, что были в уборной в тот момент, пытались поднять его на ноги. Но бесполезно. Он лежал, скрючившись внизу лестницы, по которой скатился. Перевернуть его им удалось. Его шляпа откатилась на несколько шагов. Одежда была перепачкана грязью и жижей с пола, на котором он лежал ничком. Глаза были закрыты, и при дыхании он издавал хрюкающий звук. Изо рта сочилась тонкая струйка крови. Ну, в рассказе это герой с другим именем и прочее, но на самом деле Джеймс это пишет просто со своего отца. То есть это вот один из эпизодов, одна из картин, которые он наблюдал в тот момент, когда вернулся к своей умирающей матери. Ну, на самом деле происходят и другие вещи, тоже, в общем-то, страшноватые. Мать обращается к сыну, она уже знает, что он отрёкся от Бога, отрёкся от церкви и прочее. И тем не менее, ну вот, она при смерти, она просит его помолиться, и, в общем, ну что-то такое совершить. И Джойс Джеймс отказывается всё это делать. И больше того, когда мать уже умирает, он отказывается опуститься на колени. И о чём он тоже потом напишет? Напишет об этом в Улисе. Но давайте Улис я пока не стану трогать, поскольку я уже обратился к рассказам или вот обращался до этого к его повестям, то сейчас обращусь снова туда. В портрете художника в юности есть такой эпизод, и я сейчас приведу оттуда небольшую цитату. Это слова, которые произносит Кренли. Ну, Кренли, опять же, это имя человека повести, а в жизни это был Бирн. Иногда его в русской транскрипции пишут как Бирн. Об этом Бирне у нас уже был однажды разговор, когда Джойс ему посылал открытку. Я сейчас не буду напоминать тот эпизод, сейчас другой. На тот момент они ещё друзья с этим Бирном. Кренли, как я сказал, это будет в повести. И вот что этот Кренли говорит. «В этой вонючей навозной куче, которую называют миром, всё, что угодно, сомнительно, но только не материнская любовь. Мать производит тебя на свет, вынашивает в своём теле. Что мы знаем о её чувствах? Ну, какие бы они ни были, они, по крайней мере, должны быть настоящими. Должны быть. Что все наши идеи, амбиции, так, игра». Как я уже сказал, это слова Кренли, прообразом которого послужил этот самый Бирн или Бёрн. И вот то, что он говорит Стивену. Ну, Стивен, как мы догадываемся и знаем, это Джойс подразумевает себя. Так вот, мать попросила Стивена совершить причастие. Так это было в повести. И Кренли уговаривает Стивена сделать это. И он объясняет, ну, в конце концов, если ты не веришь в Бога, если ты считаешь, что нет его и прочее, ну, так для тебя же это пустая формальность, а ей вот удовольствие. Ну, сделай так, как она хочет. И на все это Стивен отвечает. «Я тебе сказал, что потерял веру», ответил Стивен, «но я не потерял уважение к себе. Что это за освобождение, если я откажусь от нелепости, которая последовательна и логична, и приму другую нелепость, только уже нелогичную и непоследовательную?» Вот, оказывается, как воспринимает это Стивен, и мы понимаем, так это воспринимает и Джеймс. То есть, если ты хочешь чувствовать себя свободным, если ты отрекся от чего-то, то вот притворяться, вот разыгрывать такую пантомиму, совершать причастие, не веря в то, что вот оно имеет какой-то смысл, это вот потерять уважение к себе. И вот это уважение к себе, потерять Джеймс, ну и Стивен в этой повести не может. И тем не менее, после таких ответов, после смерти матери, Джеймс тоже срывается. И какое-то время ведет себя, ну, буквально так же, как вел себя до этого, продолжает вести себя отец. Тоже напивается, тоже его приводят домой, а иногда приносят на руках, то есть вот до такого состояния. А ведь, казалось бы, Джеймс чудесно понимал разницу между собой и отцом. И мы как-то уже говорили об этом, как он относился к своему отцу, как оценивал его. Ну, и раз уж я обратился в одном месте, к портрету художника, то давайте еще раз приведу оттуда, ну, естественно, другую цитату. А кем он был, спросил Крэнли, помолчав. Ну, Крэнли здесь спрашивает об отце Стивена, ну, мы понимаем Джеймса. Стивен с готовностью начал перечислять занятия своего отца. Студент-медик, гребец, тенор, любитель-актер, горлопан-политик, мелкий помещик, мелкий рантье, пьяница, славный малый, отличный рассказчик, чей-то секретарь, кто-то на винном заводе, сборщик налогов, банкрот, а в настоящем певец собственного прошлого. Ну, мы уже говорили об этом, что Джеймс считал отца банкротом. И здесь в этой цитате, это уже позже написано, после, так сказать, всех этих событий, в портрете художника в юности, он как бы подводит вот какой-то итог. То есть, все это вот перечисление, это кем был, чем занимался в жизни отец Стивена, Джеймса, и банкрот. То есть, все это ушло, и сегодня, вот видите, какой итог подводит здесь Стивен, и какой итог подводит Джеймс, что в настоящее время это певец собственного прошлого. То есть, кроме прошлого, ничего у него не осталось. Но, в отличие от отца, Джеймс, в конце концов, выбирается из этого состояния. И тут я вернусь к названию этого видео. Смерть и два чуда. И если о смерти я более-не-менее рассказал, рассказал, что происходило параллельно, как переживал Джеймс это событие, и прочее, то теперь надо перейти к чудесам. Чудо первое. О стихах, какие писал Джеймс Джойс, с раннего детства, мы уже говорили. И к этим стихам по ходу рассказа я буду ни раз и ни два возвращаться. Потому что, помните, я сказал, что он не просто начал их писать с раннего детства, а продолжал писать всю свою жизнь. Это было параллельно с прозой и прочее. И поэтому какие-то параллели там все время возникают. Ну, стихи стихами. А дело в том, что вот к тому моменту, о котором я начал рассказывать, смерть матери, второе возвращение в Дублин, Джойсам было уже написано несколько рассказов. Ну, написаны они были, что называется, с разгона. Ну, вот сел за стол и написалось что-то такое. И как-то даже не очень понимает Джеймс, к чему это все. Ну, вот помните, он начинал с эпифаний, и его рассказы очень часто и строятся на этих эпифаниях, или включают в себя эти эпифании, или развернутая вот эта эпифания превращается в рассказ. Но все это еще не означает найти себя. Тем не менее, эти рассказы публиковались в местных там дублинских газетах, и не просто публиковались, а встретили такой теплый отклик. То есть, я уже тоже об этом говорил, очень многие оценили Джеймса как человека талантливого, человека с будущим. И эти рассказы, эту прозу, написанную Джеймсом, заметили. Но, повторюсь, все это еще не означало найти себя. Надо было, в конце концов, решить, что писать, о чем писать, как писать. А состояние вот какое. Умерла мать Джеймс, ну, в трансе, естественно. Я уже сказал, что он стал попивать, вышел из этого состояния. Ну, надо жить как-то дальше. И он обращается к брату Станиславу. Об этом Станиславе мы уже немножко говорили, и я обязательно в будущем расскажу о нем более обстоятельно. Дело в том, что Станислав превратится, ну, в такого помощника Джеймса, литературного помощника, собеседника. И он потом, ну, уже после смерти Джойса, Джеймса Джойса, напишет книгу «My Brother Keeper». Ну, можно перевести как «Хранитель моего брата». К сожалению, нет перевода на русский язык, но на эту книгу я буду ссылаться, потому что там очень много материала именно вот о брате Станислава Джеймсе, о котором мы с вами говорим. И вот Джеймс обращается к нему и задает ему такой вопрос. Ну, я дословно не знаю, как это звучало, но примерно. Что вот не знаю, о чем писать, не знаю, чему посвятить себя. Дай мне какие-нибудь темы. Какие закажешь, такие я вот и попробую как-то реализовать. Что-то на эти темы сочинить. Ну, прямо ситуация, как перед школьным сочинением. Ну, знаете, там, учитель на доске пишет несколько тем, а сидящие в классе, каждый выбирает, какая ему ближе по сердцу или лучше знает, о чем писать. И вот на эту тему пишет человек сочинение. Ужасно похожая ситуация, потому что, когда Станислав перечислил Джеймсу, там, массу всяких тем он перечислил, то среди них попалась одна, которая звучала так – портрет художника. Ну, вот я произнес портрет художника, ну, и многие скажут, ну, да, написал Джеймс потом такую работу – портрет художника, а потом написал про героя Стивена и портрет художника в юности, да и в Улесе, все это есть. Да, действительно так. После того, как вот Джеймс выбрал эту тему, портрет художника, 7 января 1904 года, он запирается в своей комнате, садится за стол и буквально вот на одном дыхании пишет примерно 10 страниц рукописного текста. И вот из этих 10 страниц потом вырос весь Джеймс Джойс, вырос классик 20 века. И все это там, вот в этом портрете художника, вот в этих 10 страницах заложено. Ну, все это написано так мутно, так это сложно понять, вычленить, что... Короче говоря, написал Джеймс вот эту свою работу, это сочинение, портрет художника, и отправился в редакцию газету. И приходит он к такому человеку, которого звали Уильям Маги. И этот самый Уильям Маги, он писал под другим именем, под псевдонимом Джон Эглинтон. Ну, и кто уже читал Уильям, знает, что там, в этом Уильяме, действует именно Джон Эглинтон. Обычно Джеймс заменял имена своим персонажам, ну, с кого писал какие-то образы. Так вот, этого Джона Эглинтона он перенесет в роман под своим именем, в Уильям, и изобразит там, ну, прям скажем, весьма и весьма издевательски. Так вот, этот Джон Эглинтон, прочитал вот эти 10 страничек, которые принес ему Джеймс, и ничего не понял. Ну, те, кто читали этот портрет, тоже наверняка мало что поняли, и тут могут согласиться с Джоном Эглинтоном, которому не понял, о чем там написано. И он, как редактор, так и заявил Джеймсу, что я несу ответственность за то, что я публикую в своей газете. Ну, я пересказываю своими словами, я не знаю, как дословно это сказал Эглинтон, но как-то так это очевидно прозвучало. Ну, а поскольку я не понимаю, что здесь написано, я не имею права это печатать. Ну, и дальше Джеймс повел себя, как мы уже говорили об этом, вел в подобных случаях, когда ему в чем-то отказывали. Не проронив ни слова, он забирает эти свои 10 страничек, заталкивает их в карман, и без всяких комментариев уходит из редакции. Ну, и тут, чтобы закончить с этим опусом, с этим портретом художника. При жизни Джойса этот портрет художника никогда нигде не публиковался. Первая публикация была осуществлена уже после смерти Джойса, когда разыскали эти 10 страничек в его архиве. Но тут я обязан повторить одну вещь, что весь Джойс, каким мы его сегодня знаем, вышел именно из этих вот 10 страничек. Я сейчас не буду разбирать этот текст, мы к этому тексту обратимся специально, но в другой раз. А сейчас я только хочу сказать, что произошло первое чудо. Написав эти 10 страничек на тему, которую предложил Джеймсу брат, Джойс для себя понял, кем он будет, как он будет писать и о чем. Не понял этого редактор, но он-то, Джеймс, это чудесно понял. Но это было, как я сказал, первое чудо. А в заголовке видео, как вы прочитали, знаете, я их обещал два. Итак, чудо второе. Примерно где-то в то же самое время Джойс получает письмо. Давайте зачитаю. Это не все письмо, это его часть. Дорогой Джойс, прочтите рассказ в этой газете. Айреш Хомстад. Могли бы вы написать что-нибудь простое, сельское, оживляющее, с настроением, и чтобы не скандализовало читателей. Если вы пришлете короткий рассказ, приблизительно на 1800 слов, главный редактор вам выдаст один фунт. Это быстрый заработок, если вы пишете легко и не видите препятствий к тому, чтобы однажды польстить простым умам и простым вкусом. Можете взять какой угодно псевдоним, ваш искренний, Рассел. Ну, кто такой Уильям Рассел? Мы уже с вами говорили, вот я вам показываю его на своей доске, если кто подзабыл. То есть, что это такое? Это предложение, но тоже заказ. До этого Станислав предложил Джойсу тему, и он написал портрет художника. А сейчас ему предлагают заказ написать рассказы, ну, а какие именно перечислены, ну, вот в том отрывке из письма, которое я вам привел. И вот, что об этом предложении пишет Джойс. Пишет, правда, не Рассела, какому-то другому, своему другу, приятелю, знакомому, но не суть важна, кому. Нам важно и интересно, как он реагирует на все это. Неоценимо. Тысяча благодарностей. Я закончил жуткую главу на 102 страницы. И теперь книга у Рассела. Через неделю я пришлю тебе эту главу. Я сочиняю серию эпиклезов числом 10 для одной газеты. Первый уже закончен. Всю серию я назову дублинцы, чтобы дать возможность разгадать душу этой гемиплегии или этого паралича, который многие принимают за город. В скором времени, ожидая роскошного издания, всех моих лимериков следующие сочиняются С.Д. Ну, это письмо надо немножко прокомментировать. С.Д. Это Стивен Дедал. Джойс первые свои опусы будет подписывать вот этим именем. То есть уже родилось имя Стивен Дедал. Я сейчас не буду распространяться на этот предмет. Почему? Отчего? Потому что об имени тоже надо будет поговорить отдельно и обстоятельно. Но обратите внимание, я закончил жуткую главу на 102 страницы. То есть Джойс пишет на самом деле уже героя Стивена. Вообще, Джойсовские даты, что когда написано, очень сложно точно их разнести, потому что параллельно пишутся разные вещи. Пишутся герой Стивен, и писались какие-то рассказы. Я говорил, что несколько из них уже напечатаны. И тут вот возникает идея дублинцев, которых он будет писать параллельно с героем Стивеном. Герой Стивен потом отбросит. Ну, не хочу сейчас тоже углубляться туда. Я хочу сказать, что заказ – это второе чудо. То есть ему заказали, и работая на заказ, он открыл тему. Открыл тему, которую, вот видите, как называют гемиплегия. Ну, это вид такого одностороннего паралича. Это медицинский термин, и действительно, когда у человека половина тела отнимается. Так вот, в представлении Джойса половина дублина пребывает вот в таком параличе, поэтому он и пользуется этим термином. Ну, тут на самом деле проскакивают еще термины. Эпиклезов. Ну, я уже говорил об этом. Воспитанник иезуитских колледжей. Джеймс на всю жизнь сохранит свое иезуитское воспитание. От религии отказался, от церкви. Ну, вот эта вот обстоятельность, такая фундаментальность, четкость. Все это от иезуитов ему досталось, и он этого не потеряет, не растеряет. И терминология. Он будет все время переносить религиозную терминологию в искусство, в литературу, вот в свою жизнь. И так далее. И поэтому вот эти эпиклезы, ну, вот оттуда это позаимствовано. То есть, смотрите, заказ и возникла тема. И произошло второе чудо. Ну, а как еще это назвать? На самом деле это необычайно важно, когда в жизни человека талантливого, гениального происходят чудеса. Бывает так, что они не происходят. И тогда человек может не состояться, не реализовать себя. И поэтому тут в какой-то степени надо сказать, что Джеймсу Джойсу повезло. Что вот не будь у него такого брата, который предложил ему тему, которая станет потом темой все его творчества. Не будь у него таких друзей, такого вот заказчика. А я назвал имя этого заказчика. Это Уильям Рассел. Это человек, который связан с ирландским возрождением, с ирландской культурой, сам писатель и прочее. То есть, этот его заказ, который он предложил Джойсу, это, наверное, он думал, размышлял над этим, прочитав первые рассказы, написанные Джойсом, он увидел, что Джойс может это делать. И поэтому тут трудно сказать, где причина, где следствие. Но будем считать, что и это тоже было чудом. Ну и вот я подобрался к окончанию этого видео. Надо закругляться. А назвал я его «Смерть и два чуда». О смерти рассказал. О двух чудесах рассказал. Но на самом деле в жизни Джойса имело место еще и третье чудо. Ну, это третье чудо я решил не вмещать в это видео, иначе оно получится длинным и бесконечным. Дело в том, что в это же самое время, в этот свой второй приезд в Дублин, после того, как вот уже умерла его мать, Джойс встречает девушку по имени Нора Барнаков. И эта девушка, женщина, становится судьбой Джеймса Джойса, становится его супругой, которая пройдет черезо всю жизнь с Джеймсом Джойсом. Будем считать, что это третье чудо, о котором я расскажу уже не в этом видео, а в другой раз. А сейчас давайте мы с вами попрощаемся, и, как всегда, пообещаю, до скорого свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok